Всем привет, девчонки и мальчишки! В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими фаворитами. Это будет не только косметика, будет кое-что из еды, из украшений. В общем, все-все, что я любила последние несколько месяцев. Если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной. Итак, первое, с чего я хочу начать, это, наверное, с того, чем же чаще всего я пользовалась для лица. Это была вот такая пудра Bare Minerals у меня в оттенке R250. Она достаточно темная, кажется, на самом деле, в упаковке, но потом, когда ее растушевываете, она хорошо так ложится и, в принципе, хорошо сливается с оттенком вашей кожи. Я хочу сказать, что в свое время я ее очень не любила, и сейчас я ее опять достала, и она является моим фаворитом. Это самостоятельная пудра, которая не требует нанесения основы, то есть на основу она достаточно плохо, на мой взгляд, ложится, особенно если вы хотите в течение дня потом припудрить Т-зону, то она у вас будет такими вот полосками слезать, и это все будет очень некрасиво смотреться. Но как самостоятельный продукт, на чистое лицо, без тоналки, это отличная пудра, мне она очень нравится, она хорошо держится в течение всего дня. И также мой любимый продукт, который вы все уже знаете, это моя основа от Dolce & Gabbana. У меня это в оттенке номер Beige 120, кремовая такая основа. В стеклянной банке я ее очень активно пользуюсь, но сразу хочу сказать, что, скорее всего, для жирной кожи она не подойдет, либо вам 100% придется ее припудрить, потому что она не имеет матового финиша, но она безумно хорошо лежит, хорошо сливается с кожей, она совершенно незаметна на лице, даже если вы будете присматриваться очень-очень близко в зеркале, вы никогда ни за что на свете ее не увидите. Конечно, на моей смешанной коже ее приходится припудривать, но я готова даже смириться с этим, потому что она превосходно ложится, очень красиво, естественно, смотрится лицо, поэтому я ее обожаю. Следующий продукт для лица, который я также комбинирую со своей этой тональной основой, это вот новый продукт, который у меня относительно недавно появился, но он уже однозначно стал моим фаворитом, это вот такой вот Oil Control Makeup Bass от Essence, такая полупрозрачная белая, достаточно легкой текстуры база, мне кажется, возможно, даже на водной основе, потому что она очень быстро впитывается и не оставляет совершенно никакого жирного блеска, лицо становится очень-очень матовым, поэтому если у вас какие-то достаточно тяжелые основы, желательно достаточно быстро их распределять, иначе она может лечь пятнами именно из-за этой базы, но я обожаю эту базу, потому что она реально продлевает макияж в течение всего дня, и моя Т-зона гораздо меньше блестит, поэтому я ее обожаю, использую вот практически каждый день, даже когда иду просто на работу. Следующая вещь, которую я обожаю для лица, это маска от Планеты Органика, ой, да, да, Планета Органика из пяти норвежских ягод, это, в общем, просто мой must-have, я обожаю эту маску, она делает с моей кожей какие-то чудеса, ну то есть она становится более такая жизненная, особенно когда я уставшая, я не высыпаюсь, еще что-то, мотаюсь где-то, то обязательно ношу ее на ночь, и утром я просто как огурчик. То же самое могу сказать вот об этой вот штуке, это серум с витамином С, название оставлю внизу, потому что не буду коверкать марку, она идет вот с такой вот пипеточкой, и это такая водичка мутноватного цвета, и когда наносите на лицо, то остается такой липкий эффект, возможно, кому-то не понравится, я уже говорила, когда показываю ее в покупках, но скажу, что минут через 15, конечно же, такой эффект пропадает, и этот серум, конечно же, нужно сверху наносить еще крем, для лица, но я его обожаю, мне очень нравится состояние моей кожи после вот этого вот серума. Насколько я понимаю, здесь также содержится улиточная слизь, кому это не нравится, естественно, вам это не подойдет, но я в восторге, мне правда нравится качество моей кожи. Я хочу сказать, что на данный момент качество моей кожи лица, оно очень хорошее, на самом деле, давно такого не было, чем бы я не пользовалась, там, всякими мазюкалками от прыщей, там, и так далее, потому что у меня достаточно проблемная кожа, но сейчас она в очень хорошем состоянии, могу сказать, и вот прям вот вау-вау-вау. Я уж не знаю, чья конкретная это заслуга, возможно, это еще из-за питания, потому что у меня сейчас немножко другое питание, возможно, из-за этого тоже моя кожа немного поменялась, и все стало просто супер. Так, теперь давайте перейдем непосредственно прям уже к декоративной косметике. Моя любимая тушь, это тушь от Guerlain, и, кстати, она достаточно долго у меня держится, я думала, что она уже все будет заканчиваться, к лету точно закончится, потому что мне ее подарил муж еще зимой, я точно не помню, какой месяц был, скорее всего, был февраль, но вы представляете, сейчас уже закончился сентябрь, и она все еще, все еще работает, и я ее все еще обожаю. Это супер тушь, которая дает просто превосходные, невероятные, красивые, разделенные, пушистые ресницы, мне безумно она нравится, и моя врач, ортодонт, она постоянно говорит, Ира, что у тебя за тушь, это такие красивые ресницы, в общем, это все вот эта тушь, и на данный момент хочу сказать, что все туши, которые у меня были вот за весь этот год, чем бы я ни пользовалась, вот эта является пока самой-самой лучшей. Следующий продукт у меня это тени, которые тоже уже успели стать моими фаворитами, это тени от Catrice, вот такая вот палетка, палетка матовых теней, конечно, хочу сказать, что вот этот вот оттенок, второй розоватый, он достаточно меловой, и как такового оттенка, к сожалению, не имеют, но все остальные оттенки мне очень нравятся, сегодня мой макияж также выполнен в этих оттенках, и я хочу сказать, что эти тени не скатываются, они держатся у меня целый день, вот как я утром накрасилась, так вот они у меня держатся, я в восторге, мне очень-очень нравится. Кстати, растушевываются достаточно неплохо, ну и вообще палетка очень достойная, стоила копейки, опять-таки внизу оставлю ссылочку на сайт, где я это заказывала, потому что, ну вот за такие копейки получить такое хорошее, на мой взгляд, качество, это стоит того. Следующий продукт, который я не могу не показать в этом видео, потому что вы меня постоянно спрашиваете, Ира, чем ты пользуешься для бровей? Вы знаете, что я ходила на покраску бровей, Brow Up, но эффект уже давным-давно закончился, эффект продолжался где-то, наверное, недельки-две, но через месяц уже полностью, уже прошел эффект, уже ничего не осталось на бровях. Я, конечно же, думаю еще раз это сделать, потому что это невероятно удобная процедура, и как минимум 10 минут утром вам точно экономит, если вы все-таки рисуете себе брови. В общем, хочу показать вам свои тени для бровей от фирмы Jeans, у меня в оттенке 16. Эту вот единичку я купила, не знаю, годы, наверное, 3 еще назад, и как видите, ей еще можно пользоваться и пользоваться. Конечно, здесь уже такая ощутимая выемка есть, но тем не менее продукта очень много, и за эти деньги я считаю, что это просто находка. Это единственный сейчас продукт, которым я пользуюсь для бровей. Я не пользуюсь никакими гелями для бровей, потому что они мне элементарно не нужны. Но хочу что-нибудь еще себе новенькое, поэтому, возможно, скоро вы увидите еще какой-нибудь новый продукт для бровей. Следующий продукт, который тоже я очень сильно люблю, и рука к нему постоянно тянется, именно когда я загорелая, то есть это конец лета, осень, вот это вот мои любимые румяна от Just. Они разделены как бы такие на две половинки, такого немножко кораллово-оранжевого и более темного оттенка. У меня номер это 105. Румяна очень хорошие, продукта невероятно много, стоимость, соответственно, очень дешевая. Конечно, упаковка пластиковая такая вот, если будете частенько куда-нибудь брать, не дай бог уроните, то она, конечно же, разобьется. Но в целом продукт очень хороший, румяна достаточно стойкий, и я их тоже люблю. Следующий продукт, о котором вы тоже меня очень часто спрашиваете, это что же у меня на губах. Последнее время я пользуюсь практически всегда только лишь вот этим карандашом, и сверху ношу какой вообще любой совершенно блеск. Это у меня карандаш от MAC в оттенке Spice. Я его покупала тоже уже очень давненько, к помаде, которая шла вообще в лимитированной коллекции. К сожалению, я не знаю, это в обычной у них коллекции карандашик или нет, но я надеюсь, что в обычной, потому что однозначно я его буду покупать еще. Карандашик в оттенке Spice. Карандашик имеет такой вот оттенок, немножко коричнево-нюдовый, чуть-чуть с красноватостью такой вот, но вот он очень интересный, и его можно наслаивать, то есть можно делать как очень насыщенный оттенок, так и просто растушевывать в такой вот легкий-легкий какой-то тон на губах. У меня, честно говоря, губы не очень сильно пигментированы, поэтому без каких-либо карандашей, помад, оттеночных блесков мне не обойтись. И вот этот карандаш, это просто находка для меня, я его обожаю, я им пользуюсь каждый день, и он невероятно стойкий. Я могу просто нанести вот по контуру, и закрасить сами губы, и больше ничего не наносить, это будет очень красиво смотреться. Я буду уверена, что этот оттенок, и вообще карандаш продержится у меня практически целый день, и мне не придется его вообще как-либо обновлять на губах, поэтому я в восторге, мне нравится, как смотрится и на фотографиях, и вживую. Это мой фаворит, и я думаю, надолго будет моим фаворитом. Следующий продукт, это мое открытие для волос, потому что, как вы видите, я покрасилась, и тут у меня начались различные проблемы и загвоздки. В общем, первое, что мне попалось в коробочке L-Box, и чему я безумно рада, это вот такое вот масло для волос от фирмы Керар Органик. Вы знаете, что я уже купила себе средства, уходовые за волосами, но вот масла я не купила, потому что у меня был такой пробник, и я думала покупать, не покупать. Теперь я точно знаю, что я побегу за этим маслом, я однозначно его куплю. Это самое лучшее масло, которое я когда-либо пробовала для волос, честно скажу. Я не так, возможно, много масел пробовала, но, тем не менее, это масло меня покорило. Возможно, из-за того, что у меня сейчас немножко другая структура волос, да, то есть они крашены, они стали более сухие, но это масло творит чудеса. Они невероятно шелковистые, волосинка к волосинке, и, в общем, это масло, это просто вот находка-находка, всем могу рекомендовать. Девчонки, все, кто живет в Санкт-Петербурге, я могу внизу оставить вам координаты, где можно купить. Кстати, в Москве у них тоже есть представительство. Вообще, по-моему, это американская фирма, если я не ошибаюсь. В общем, если кому интересно, то все ссылки я оставлю, как обычно, внизу. Заходите, смотрите. Так что за маслом я обязательно побегу, потому что я чувствую, что без этого масла я просто не могу. Ну и мой фаворит из ароматов, это была вот такая вот лимитированная коллекция Жо Малона, Tudor Rose and Amber. Вот такой вот аромат, он очень интересный. Некоторые девочки у меня на работе говорят, что он похож на какой-то аромат их мам. Вот давным-давно вот что-то такое было. И вы знаете, на первый взгляд кажется, что это такое очень резкое, достаточно возрастное, но потом он как-то так развеивается, и такая вот какая-то легкость, и, ну, очень интересный аромат. Я даже не знаю, как описать, потому что я не очень специалист в описании ароматов, но я в восторге. Это лимитка была, так что, к сожалению, не знаю, где можно сейчас купить. Может быть, где-то и осталось. Из украшений, моим самым любимым украшением была вот эта вот цепочка, которую я покупала в H&M, и я ее уже успела затаскать. Чувствую, что мне придется, наверное, еще одну купить, потому что, сами понимаете, вот это вот покрытие, оно просто начинает уже стираться и приходить в негодность. Но это очень крутая вещь. Я не знаю, чем так сильно мне это нравится, но, в общем, на цепочке, просто колечко, и я застегиваю прямо вот так вот под горлышко, и смотрится великолепно вообще с любым вырезом, с любым платьем, с любой кофтой. Я в восторге. Ну и последний мой фаворит на сегодня – это какао. Это самое вкусное какао, какое я пробовала когда-либо. Оно 100% натуральное, от фирмы Royal Forest. В общем, это просто такая нямка. Какое бы какао, на самом деле, до этого я не пила, и тоже натуральный, и заказывала, где только не заказывала. Но вот это какао почему-то меня покорило, я не знаю, оно нереально вкусное. Я внизу также оставлю на него внизу ссылочку. В общем, да, я знаю, что нельзя злоупотреблять, но на сегодня это все. Это все мои фавориты. Напишите мне внизу в комментариях, что вы любите больше всего, какие ваши фавориты, неоплотные с косметики, может быть, книги, фильмы, музыка, что угодно, мне будет интересно узнать. Но на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.